Когда мы задумываемся о своей жизни, мы всегда находим место своей родины. Как правило, это небольшая будет деревня, село. Сейчас в современных условиях для большинства это будет большой цветущий город. Но почему мы заговорили об этом? Потому что сегодня есть удивительная возможность познакомиться с очень необычной деревней Белоруссии. Ее называют Ольшанами, деревня Ольшаны, в административном устройстве Столинский район Брестской области. Но почему это может быть очень важным? Да, наверное, потому что сейчас мы уже знаем, самая большая деревня в Белоруссии – это Полесская деревня Ольшаны. Мы можем добавить, самая богатая деревня Белоруссии – это Ольшаны. Мы можем еще добавить, что самая большая протестантская община Белоруссии – это в Ольшанах. И в деревне есть четыре духовных дома. Две церкви православные и уже два молитвенных дома. Очень необычно. Наверное, необычность еще и в том, когда мы знакомимся и повторяем эти слова, то пытаемся найти уже известную информацию, дабы осуществить, может, такой исторический экскурс. Каким образом она могла так стать? И почему мы до сих пор об этом не знаем? И где-то это похоже на то, что я сам испытал. Я родился в этой деревне, это были 50-е годы. Учился, затем уже познакомился с сослуживанием армии. И после этого я начал учиться, а затем и работать в Минске. Но память о деревне и в определенной степени и долг перед деревней, перед земляками, перед семьей, безусловно, всегда существует. Почему? Потому что я стал историком. И вот сейчас я обратил внимание на то, что нет исторического экскурса о жизни этой деревни. Мы знаем только вот эту часть, которая повторяется в газетах, на телевидении. А как на самом деле? Где она? Почему она долгое время была неизвестной? И почему до сих пор ни историки, ни краеведы так не оставили что-то подобное? Книги, летописи. Да, там в нашей деревне существует две школы. Вот как раз таких материалов вы не найдете. И может, это дало такую возможность посмотреть на наши города и села несколько иначе. Вот мы называем самый древний город. Полоцк, 862 год. Мы говорим, что не так далеко, но на юге находится второй по древности город Туров. 980 год. Так вот Туров практически в 30 километрах находится от деревни. Когда мы говорим о культуре Беларуси, мы, безусловно, говорим о таких осветниках, о духовных наставниках Беларуси. Яфросинья Полоцкая, Кирилла Туровский. И да, мы тут еще можем добавить, что в нашей истории, истории нашей культуры и памяти, Туровская Евангелие – это как самая древняя рукописная книга в культуре Беларуси. Она относится к XI столетию. Ну и деятельность Кирилла Туровского в XII столетии, безусловно, давала возможность увидеть, что его слово, называя Златоустом, его самого, оно, безусловно, почиталось не только в Турове, но и в Туровской земле. Действовало и существовало Туровское княжество. И вот как раз вот эти земли, они и были в основе этого объединения Туровского княжества. Ну что ж, есть, безусловно, ожидание, что история Турова в определенной степени может повториться и в населенном пункте, который находится недалеко. Но давайте посмотрим. Если сейчас мы говорим о урбанизации городов в Минске, в которых в 1900 году проживало 100 тысяч, сейчас проживает уже 2 миллиона. В Турове, который в данном периоде звучало ежедневно, ежевечернее и другие праздничные времена, около 60 церквей, звониц, то сейчас в статистических документах написано более скромно, в Турове проживает немногим более трех тысяч. Или же, например, если возьмем самый маленький город Беларуси, Гесна, там общее количество немногим более полторы тысячи жителей. Но если мы возьмем Ольшаны, мы увидим, что там уже проживает более 9 тысяч. И это не город, это не городской поселок, а это деревня, Полесская деревня. Но как удалось так сохранить вот такую статусность? Мы, безусловно, об этом узнаем. Но вначале, так как появился такой интерес об истории деревни Ольшаны, безусловно, я пошел в национальную библиотеку. Я познакомился с тем, что уже есть, и был удивлен. Удивлен тем, что о истории Ольшан имеются только небольшие статьи, большей степени, которые созданы, начиная с 60-х годов околхозной жизни Ольшан. Исторического экскурса нет. Еще просмотрел все газеты. И вот в нашей районной газете наконец-то появилась маленькая статья краеведа из соседней деревни Ремель. Это такой экскурс, он был на одной странице, на готиражке, которая по своему размеру имеет небольшие размеры, безусловно. То есть развернутого описания так и не найдено. Еще я нашел в журнале «Белорусская думка» статью Шелега из Давыдгородка. То есть все это не жители деревни Ольшаны. Эта статья называется «Огуречные короли». Такое напоминание средневековое даже. Конечно, статья она очень полемичная, очень интересная. Но опять идет рассказ уже о жизни 90-х или начала 21-го века, 2000-х годов. Нельзя понять, откуда такое, откуда такое величие и откуда такая таинственность. Далее знакомство с Национальным историческим архивом. В Национальном историческом архиве имеются очень значимые документы по истории, начиная с периода Великого княжества Литовского. Действительно, есть фонд князья Радивиллы. Учитывая, что земли находились в их владении, безусловно, пытаюсь найти такие материалы. В архивах, как правило, существует научно-справочный аппарат, описи. Разработаны и тематические, и географические указатели. Но, к моему удивлению, всего лишь несколько упоминаний о Большанах. В отличие от соседних деревень, это будет и Семигостичи, и Ремель, и особенно очень много о Давыдгородке. Давыдгородок, он территориально размещен в 8 километрах от нашей деревни. Это снова удивляло, но поиск усиливался. Безусловно, я обратил внимание на наличие метрических книг, церковных книг. Это был большой подарок. Пять единиц хранения находятся в Национальном историческом архиве. И они открыли для меня, безусловно, мир статистики. Это о тех, кто рождается. Далее, жизненный путь. Это свадьбы, шлюбы, замужество, женитьба. И третий момент – это уже покой. Когда человек уходит, и все эти три основные даты зафиксированы. Зафиксированы в метрических книгах церкви великомученицы Просковьи села Альшаны. Я несколько позже буду говорить о том, какая информация находилась там. Но все же показалось, что явно документов таких недостаточно. И тогда я отправился уже в Государственный архив Брестской области, изучая период Западной Беларуси с 1921 по 1939 год. Очень интересный архив, интересные документы, которые будут касаться польской культуры деревни. Далее также познакомился уже и с советским периодом, который тоже находится в Государственном архиве Брестской области. Здесь уже документы, которые касались довоенного и послевоенного времени. Административная система, статистика, хозяйство. Безусловно, это очень важно для знания. Отправился также в Пинск. В Пинске находится Зональный государственный архив. Они уже, такие материалы, они более узнаваемы. Там вы найдете и архитектуру деревни, название улиц. Вы найдете очень важные компоненты, которые будут касаться духовной жизни. Вот как формируется духовная жизнь в деревне Альшаны? Православная и протестантская. С большим вниманием следили и представители партийных, и советских органов. В этом участвовали и системы образования. Материал очень-очень значим. Безусловно, материалы чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков также коснулись Альшанского сельского совета, деревни Альшан. И я впервые учитывался в фамилии, а также фильтрационные документы. То есть те, которые были принудительно вывезены с Альшана на работы, на принудительные работы Германию, Австрию или другие страны или территории Третьего рейха. Вот как раз они были там обозначены. И это были первые их слова о том, что происходило в самой деревне и что происходило там, в Германии. У кого они были? Или они работали у Баура на сельском хозяйстве, чему, наверное, они были приучены в самой деревне. Или же они уже были на производстве. На производстве промышленном или горном. Об этом они все указывали. Безусловно, такие документы были очень важными. Еще, безусловно, информация о тех, кто был признан в ряды Красной Армии. Такой информации было очень мало и только с учетом того, кто не вернулся. То есть их семьи имели особый социальный статус. И вот как раз в таких местных документах это все зафиксировано. И еще современная жизнь. Современная жизнь, которая будет касаться состава населения. Акцентации очень интересных, кто они жители этой деревни. В разных ракурсах определения и по их социальному положению. Они колхозники, они фермеры, они занимающиеся бизнесом. Да, и те даже, которые имеют иностранное гражданство, но проживают в деревне. Конечно, интерес очень возрос. И я начал систематизировать данную работу, но подключился также и к архивам Российской Федерации. Особенно очень важным был Российский государственный военный архив. Там я впервые увидел событийность Первой мировой войны. Всегда меня интересовало, а жители вот деревни участвовали в этом. И при беседах мне всегда называли одну или две фамилии. Как бы такое знакомство было, что кто-то участвовал. Но какие действия, где они были, конечно, неузнаваемы. И там для меня открылась совершенно новая страница. Что касается Центрального архива Министерства обороны, то на сайте «Подвиг народа» я впервые в таком большом количестве и с таким очень важным информационным ресурсом увидел, какие были мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Это удивительное было знакомство, узнаваемое. Многие фамилии – это те, которые проживали на родной моей улице. Или с ними я встречался уже по окончании школы как сосед или как земляк. Но это были совершенно уже другие образы. Они из разряда таких добрых, милых соседей уже смотрели на меня очень мужественными глазами, лицами, потому что за их спиной, за их жизненной дорогой были очень тяжелые испытания, бои, высокие награды государственных, о которых мы не знали. И еще один очень важный аспект для изучения истории населенных пунктов. Я обратил внимание, что такая тенденция, может, и даже недостаточное внимания, оно характерно для Беларуси. С 1900 года, когда в условиях независимости, суверенитета, вот, казалось бы, должен возрасти интерес у исследователей, но, как оказалось, он был незначительным. Можно определить, что такие персональные исследования можно заметить у 20 авторов, которые в той или иной степени касались истории родных деревень. Вот что касается Столинского района, то благодаря Александру Вабешевичу, а он преподаватель Брестского государственного университета, появилась книга «Рубель. История полетской деревни». Но это она единственная. Ну и, конечно, отрадно было заметить, что в последние пятилетия интерес к таким историям значительно возрастает. А за последние десятилетия можно заметить, что практически две трети всего, что было создано, как раз относится вот к данному периоду. И еще один блок, о котором непременно надо указать и сказать. Это знакомство с самими людьми, уточнение событий и фотографии, которые могли бы рассказывать и о периоде Западной Белоруссии, то есть когда Альшаны входили в состав Польской Республики и Советский период. Он нашел отражение у двух замечательных местных фотографов. Один из них, Давыд Городка, Зубей, очень профессионально делал, имел свое фотоателье. Да, и жители деревни, безусловно, по праздникам приходили туда для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и свою значимость. А вот что касается уже самой деревни Альшаны, то с 1947 года у нас появился свой местный фотограф Николай Симонович. Он является участником всех событий деревни. Это будут семейные праздники, печальные и радостные. Это будут государственные праздники. Он будет фотографировать на поле, в президиумах присутствующих, демонстрации. Он будет фиксировать церковную жизнь. И таким образом, благодаря ему и знакомству с его семьей, удалось также обнаружить целый комплекс документов, который будет дополнять текстовую часть. Но этого было явно недостаточно. И тогда на помощь пришел один из знатоков жизни деревни Альшан, Николай Андрусевич. Он был председателем колхоза, председателем сельского совета. И благодаря знанию людей, как специалистов, вот мы углубляли свое познание. Было это очень увлекательно, потому что сама повседневность, она могла быть в рассказах Дмитрия Ярмолича. Охота, рыбалка. Если это будет колхозная жизнь, Петр Скребейко мог очень обстоятельно об этом рассказывать, начиная с послевоенного времени. И особенно уже, когда он становится механизатором и до конца своей активной жизни, вот в колхозе он там был и все знает. Если это будет школьная жизнь, это будут рассказы учителей. Алексей Мазоль очень тот, в семействе которого учительская династия уже образовалась. И даже подробные какие-то факты, они обретали совершенно другое значение. Переходя от одного к другому, учитывая и возраст, так история деревни Ольшаны появлялась. И сейчас, наверное, важно будет уже сказать, какой итог, вот какая же история этой деревни. Вот первое упоминание относится к 3 сентября 1392 года. Безусловно, я очень старался ощутить вот сам исторический документ, который фиксирует, что да, это происходило в 6900 году. Да, тоже есть очень много таких сложностей. Безусловно, я думаю, может не для историка, для того, чтобы летописание переводить на доступный язык. И там деревня, она обозначена не как Ольшаны, а как Ольша. Необходимо было удостовериться вот правильность отнесения, потому что эта грамота касается литовского короля Сигизмунда. Среди других населенных пунктов, которые находились рядом, есть и такое обозначение. Но другие документы, которые относятся к концу 14-го столетия, подтверждали наличие именно такого определения, которое только временно будет использоваться как Ольша, ну, а возможно, это как сокращенное было название, да, в последующем оно звучит уже как Ольшаны. Так что исторический факт, он засвидетельствован, и мы могли бы продвигаться дальше. Материалов периода Великого Княжества Литовского сохранилось немного через то, что эти земли нашего села, они относились к королевским землям, государственным землям. Но затем в качестве дарений за службу, за подвиги, они переходили к другим, и таким образом они становятся уже собственностью князей Радивилла. Князей Радивилла извест народ, извест народ не только в Беларуси, но, безусловно, и в Польше, потому что это был уровень европейских магнатов. Ну, а у нас на территории Беларуси их земли начинались от Бреста и заканчивались вот Гомельщиной. То есть полетская часть, она как раз являлась его собственностью. Но именно в документах определены вот эти хозяйственные отношения. Пока мы не видим жителей деревни, но мы только видим, что эти земли являются предметом отношений различных, богатых, и таким в истории появляется Бонасфорца. Бонасфорца как королева польская, как великая княгиня литовская, но, судя по документах, она отличалась хозяйственной деятельностью. И те земли, которые она приобретала, давали ей очень большие доходы, она сдавала их в аренду. То есть ее проницательность, ее, может, математические такие способности определять для нее наиболее значимый характер, вот помогал, и эти земли, вот они становились, передавались в аренду. Таким образом, мы также уже в летописании видим, кому они принадлежали и какой характер они, взаимоотношения они имели, вот как к самой Бонасфорце, так и к другим, к государственным, или же это будет князьям Радивиллым. Но в середине 16-го столетия Бонасфорца, она покидает Великое княжество Литовское и уезжает в Италию. Ну и земли снова переходят уже к Радивиллам. И в этой части, в этой части, наверное, сама история, вот взаимоотношений самой деревни и князей Радивиллов будет продолжаться до 1939 года. Но так как это не было имением, центром, то есть земля Альшана, они входили или вот имение высокое, то, к сожалению, таких обозначений в самих архивных документах звучит очень мало. То есть сама специфика, она, видите, как больше мы говорим о имении, которое управляло. И, безусловно, именно там вот сосредотачивался и архив, статистические, письменные, хозяйственные документы. Ну а затем они передавались уже или это будет Несвиш или же в другие места, такие как Варшава. То есть документы, которые будут иметь отношение к хозяйственной деятельности Альшан, в основном будут находиться в архиве князей Радивиллов. Это ординация Клецкая и ординация Несвишская. Ну а в последующем еще к этому добавится и Давыдгородовская ординация. И вот как раз приближение самих Радивиллов вот Давыдгородовской ординации это и Столин, где у них было имение, которое сохранилось, здание, которое сохранилось до сих пор, безусловно, вот имеют значение. Но в этой части, наверное, удивительным является тот факт, что при смене государственных устоев собственность князей Радивиллов никуда не исчезала. Она оставалась такой же. Об этом мы будем говорить в периоде Речи Посполитой. Вот период Речи Посполитой после заключения соглашения, Люблинского соглашения 1569 года. Для села это происходит безболезненно, потому что собственность, как и прежде, она остается в руках Радивиллов. Безусловно, тут будет иметь одно достаточно такое важное значение – это принятие Брестской унии. Это формирование униатской церкви. То есть православная церковь, она доминировала на этих регионах и, конечно, учитывая и Туров, близость Турова, учитывая то влияние и Кирилла Туровского, просвещение, христианское просвещение, безусловно, для альшан было очень значимым, но в то время церкви в альшанах еще не было. И что интересно, сама община, которая формируется, вот она будет замечена таким образом, что после образования униатской церкви альшаны остаются в лоне православной церкви. А вот что касается соседей, как, например, Семигосичи, они уже оказываются в униатской церкви. То есть небольшое расстояние, которое находится между ними, вот показывает такую особенность. В определенной степени это, конечно, это всегда будет иметь значение. Но большие части изменений в деревне уже коснутся периода Российской империи. Во время второго раздела Речи Посполитой 1793 года земли, альшан, вот они попадают в Минское наместничество. А вскоре после этого будет образована и Минская губерния. Минская губерния одна из самых крупных, что касается белорусских территорий, белорусских губерний. И там, на юге, там на юге вот как раз будут находиться альшаны, которые будут входить. Уезд Мозырский, уже что касается Волости, то это будет Лунинецкая, Столинская и затем Хорская гмина. То есть в этой части, конечно, вот система управления, она будет изменяться, но и реформирование управления будет сильно изменено. Но опять же хотелось подчеркнуть, что собственность земель Радивиллов продолжает оставаться и в рамках Российской империи. Но на что хотелось бы обратить внимание, вот казалось, что период Российской империи, особенно вот 19-го столетия, как иногда мы читаем в книгах, он был, имел непрогрессивное значение в какой-то степени то феодальное право, которое существовало, вот оно являлось значимым. Однако следует заметить, что на эти земли было обращено внимание, потому что сама деревья находилась в поймах болот и озер и рек. То есть главные реки это Припять и Горынь, ну а болота, Пинские болота или другие, они делали деревню недоступной, и как раз вот в этот период достаточно много уже в описании того, что во время наводнений, а наводнения происходили каждый год, но отличались своей разрушительной силой, так вот через каждые два года практически деревню сносило, то есть не существовало дорог, она каким-то чудом вот выживала, ну а затем, когда в летний период вода уже опускалась ниже того опасного уровня, то и начиналась жизнь. Может в этой части, как раз в период Российской империи обращено внимание на этот регион, о том, что он очень богат лесами, очень богат дичью, рыба, что то мед или продукты, лесные продукты, они становились такой центром или местом для того, чтобы эти продукты перемещались в такие места, как прежде всего это Вильна, а также Варшава, то есть определено вот оно как очень доходное, место. Да, что касается самих жителей, то в большей степени они как раз жили такими промыслами. Промыслы, которые будут касаться угодия, то есть те сажалки, водоемы, которые образовались, они принадлежали жителям деревни. И вот в этой части как раз это период уже особенно после отмены крепостного права 1861 года начинается достаточно активное противостояние с администрацией князей Радивиллов. Чего это касается? Того, что жители деревни Альшаны, они отстают свое право на неучтенные сеножати, неучтенные водоемы, урочища, которые долгое время являлись неприходимыми, но при надлежащих погодных условиях туда появлялись жители для того, чтобы косить траву, заготавливать корм, ловить рыбу. Ну, а администрация царадивилов с помощью, конечно, административных своих стимулов, например, посылали комиссии землемеров, которые вносили планы, фиксировали планы, передавали в Варшаву, передавали в Минск или другие центры. Таким образом вот определялась система как бы двойной эксплуатации, то есть за нарушение накладывались штрафы, запрещалось переходить через другие участки, то есть вот это лоскутное деление земель, оно никак не способствовало развитию самой деревни. Обратим внимание на взаимоотношения князей Радивиллов и жителей деревни Альшан. Практически в 19 столетии все чаще и чаще они обращаются к представителям губернского управления, к минскому губернатору. Заметно, что среди жителей деревни нет людей, обладающих грамотой. Они не могут самостоятельно писать, и в этой части обращение к священнослужителям или же к тем, кто служил в российской армии, которые имели даже чин унтер-офицеров и находились в деревне, позволял им обращаться к ним, а те уже готовили прошение. Подписывали, как правило, упрощенно, есть обозначение чисто номинальное. От имени всех малограмотных жителей села Альшаны подпись ставит и указывается как раз лицо, которое готовило этот документ. Знакомство с такими материальными показывало очень характерны для того периода взаимоотношения, что все больше и больше крестьяне имели зависимость от форм, уже разнообразных форм, например, форма аренды, на каких условиях передают, кому передают. Ну и учитывая, что земли, земли, они были достаточно плодородными и могли позволить прокормить жителей, а лес давал очень, как и лесные угодья давали еще больше, потому что я упомяну волки, различные живные, такой животный мир был разнообразный, это там были медведи, козы, лось, лисы или, например, маленькие, которые давали пушнину, ласка, соболь даже и другие позволяли обеспечивать, натурализировать, как бы обеспечивать продуктами самим, но при условии вот уже ограничений, которые выставляли с представителями власти или администрации князя, были достаточно высокие штрафы. И вот в этой части шла борьба за собственность и в документах написано, что начиная еще с времен 14-го столетия все эти земли принадлежали именно общине, именно жителям деревни. Но потом при переходе от одной формы к другой вот такие документы или сознательно или может по другим причинам они утрачивались и так они все больше и больше попадали в зависимость. и вот как раз обращение к минскому губернатору оно позволяет заметить некоторую симпатию органов губернского управления, потому что они направляют комиссии, они требуют таких компромиссных решений между князем и жителями деревни Альшан. Судебные дела они рассматриваются, переменный успех есть. С одной стороны помогают вот те материалы, которые находят в Варшаве, где действительно есть такое утверждение, что данные угодья не принадлежат князю или они в другой форме принадлежали другим лицам и требуются дополнительные рассмотрения и таким образом такими угодьями жители деревни еще могли пользоваться. Имеется в виду те поймы, которые образовывались после разливов Горини и Припяти. Ну и вот в этой части вот в этой части князям Радивиллам или князю Радивиллу приходилось приезжать в саму деревню. Вот этот факт он достаточно новый. Это уже было в 1906 году летом. Существо проблемы состояло в том, что уже это в начале 20 века, а тут грядут и Столыпинские реформы. То есть достаточно больше свободы было у крестьян для того, чтобы уже организовать свое собственное хозяйство и, конечно, в меньшей степени участвовать в различных оброках, то есть повинностям, которые они должны выполнять. Это и гужевые, это и продовольственные. Форм таких было достаточно много. Ну, так вот, администрация князя Радивилла, она не сдавала в аренду земли вокруг деревни Альшан жителям самого села. а в чем причина? Как правило, в аренду передавали земли уже жителям Давыдогородка, большинство которых были евреи, и как раз вот там будет замечено, что именно еврейские части населения Давыдогородка эти земли и были переданы или продавались. И второе, они были категорически против тех штрафов, которые были обозначены, считая о том, что это не государственная была функция, это частная такая инициатива вот выставления таких больших счетов за всяческие нарушения или изъятие, например, сена, скошенного сена на этих поймах, объявляя, что это собственность князя, и поэтому и само сено является их собственностью. И в этой части вот губернатор дает такое поручение, и добивается согласия у князя, чтобы уже при встрече с жителями этот конфликт был решен. И вот этот день настал, князь Радивилл приезжает в село Альшаны, конечно, его встречают инициаторы данного письма, идет соответствующая подготовка, но она заканчивается следующим. Князь Радивилл согласен будет продавать жителям деревни Альшан в аренду земельные участки только при условии, вот этот иск выдвинутый против него будет снят. Второе, если аренда будет ограничена только одним годом. И третье, что выплата за аренду должна быть предварительной, без всяких ограничений. Но, безусловно, на что жители деревни Альшан пожаловали снова, ну как же, у нас каждый почти второй год разливаются поймы рек, и мы можем вообще не иметь никакого урожая для того, чтобы расплатиться, отдать. Но, пока, на сей момент вот этот вопрос оставался таким образом. Я только говорю, что тем материалы, которые мы находим в историческом архиве, они раскрывают, ну, потрясающую, конечно, картину. Там мы находим, как правило, не менее от 40 до 60 фамилий, старосты, то есть руководства сельской общины, да, и, безусловно, фиксирование, например, безземельных, то есть уже в этот период, в начале 20-го столетия образовалась такая небольшая группа жителей безземельных, которые без земли не могли полноценно выполнять все функции, и требовалось, конечно, решение самой общины для того, чтобы или решить этот вопрос наделив их землей, или дать им определенный статус. Еще было очень важным решение уже государственных органов Российской империи. В этот период возникает военное поселение, военное поселение и в том числе и на территории Беларуси. Но что касается села Альшаны, то на него обратили внимание, что эта территория практически недоступна. И если военное формирование российской армии потребует дополнительного отдыха или же времени для того, чтобы привести в надлежащий вид свои формирования, свой боевой дух, то требуется именно такое тихое место. И они нашли его как раз на территории села Альшаны. Оно было принято в рамках государственной программы, имеется в виду Российской империи. И, безусловно, статус такой военной деревни для Альшан являлся чем-то особенным. Появлялись ли там военнослужащие? К сожалению, в документах нет, но, однако, все обмеры, учетные данные, они показывали, что эти земли достаточно богаты, и нахождение даже большого количества военнослужащих не может изменить положительный статус данного решения. Что касается Российской империи, еще два факта необходимо назвать удивительным для нашего села. Это возможность уезжать на заработки, то есть зарабатывать деньги в другие страны. То есть из Российской империи, например, жители уезжали в такие страны, как Америка, Канада, Аргентина, Бразилия, Парагвай. И вот жители нашей деревни сохранили еще фотографии такого плана. Например, перед нами вот такая фотография от 1 сентября 1913 года. Написано «Русское братство», село Альшаны. 1 сентября 1913 года. И на этой фотографии мы могли бы видеть около 25 человек, очень красивые лица, безусловно, в нарядных одеяниях, но каждый из них это представлял наше село. И такие практики происходили достаточно часто. Для чего-то необходимо было, чтобы заработать деньги. Потому что самым главной ценностью у жителей деревни Альшан во все времена это была земля. Земля, которая давала им полномочия, ранг, значимость, ну и богатство. То есть все внутренние вопросы, такие как и женить, база мужества, они, безусловно, решались только с учетом земельного вопроса, то есть имущества. Ну и, конечно, в последующем, даже и в советское время, вот посаг, то есть приданный за невестой, являлась обязательным условием. То есть условие того, что именно она должна обеспечивать имуществом, жильем, ну и, конечно, определенным наличием собственности, вот такие, как земля, которая выделяла с родителями. Это отдельный, безусловно, разговор, он очень интересный, но в метрических книгах я еще заметил важную такую функцию, в каком возрасте выходили замуж. Это удивительно, но абсолютное большинство дам или женщин, оно имело возраст 14-15-16 лет. практически первый брак старше 18 лет, вот метрических книгах уже вы не прочитаете, не заметите. Разность между возрастом между мужчиной и женщиной она составляла, как правило, небольшой такой возраст, это 4-3-4 года. Но что касается второго брака, потому что смертность была достаточно высокая, о ней тоже следует поговорить, потому что тоже бросается в глаза, что такого самого почтенного возраста достигали где-то 68 лет. Это считался очень большой, длительная жизнь у этого человека. а в основном это 50 или 48, 50 или в крайнем случае до 60 лет. Очень много умирали от таких болезней, как водянка или вирусные заболевания, которые определялись как чума, как... Достаточно серьезное такое было положение, больницы не было, но самая ближайшая дорога не была, но самые ближайшие находились в Турове или в Давыдгородке. Но жителям деревни необходимо было, конечно, обеспечивать себя всем этим самостоятельно. Второй брак, вот он уже показывал еще одну такую особенность, потому что если это будет мужчина такого возраста 40-летнего, то, как правило, жена уже у него будет где-то 20-летняя, 24 года, 26. Если мужчине будет 24, то уже его невеста или половина будет, ее возраст будет 18 лет. То есть по каждому такому примеру есть подтверждения и они безусловно очень интересные. Фамилии, как правило, не менялись все эти столетия и основная фамилия деревни это будет Лемеза. Лемеза, Сыса, Гром, Пивоваревич, Козак, Мозоль, вот эти фамилии, которые будут переходить и столетия в столетие. Что касается имен, то как правило они носят такие церковные, как женские, так и мужские имена. Новаций практически никаких нет и перемены в данном будут происходить уже только в советское время, когда будут отказываться от такой практики, в зависимости от того, в какое время родился человек, тогда он такое мог имя и получать. Но вместе с тем все же существовала традиция, что дети непременно должны получать имена своих дедушек и бабушек. Вот таким образом, учитывая, может, скоротечность их жизни, поддерживалась вот эта семейная традиция. В этот период обращено было внимание на то, что сельская обработка земли на Полессии является неудовлетворительной. Это как раз заявление тех российских специалистов, которые говорят о том, что на Полессии скот содержат в очень примитивных условиях, и они могут добиться высоких показателей, когда они держат только весь период на лугу, не используя другие формы. Ну и что интересно, недалеко от Альшан была образована такая опытная усадьба, которая касалась данных вопросов, и представители деревни Альшан внесли предложение сделать в рамках Российской империи Альшаны центром по вращиванию льда. Такое стремление, конечно, было очень таким явлением важным. Ну и еще, что касается Первой мировой войны, то она не обошла Полесскую деревню, несмотря на то, что находится в таком месте в болотах и недоступных местах, ее жители, они уже в раме, которые призывались в российскую армию, они принимают участие в событиях 1914 года на территории Польши в большей степени, ну а уже с 2015 года уже такие события происходят на территории Беларуси. И если первоначально было такое представление, что 1-2 являлись участниками, то как раз архивные документы показали только на первом этапе, что не менее 45 человек являлись участниками. И что, наверное, очень важно, почему они попали в такие списки и в такие документы, потому что они были ранены или были взяты в плен. И по этим категориям существовала особая корреспонденция. Так вот, из 45 человек, которые представлены в учетных документах, 22 из них были ранены. Мы здесь видим, что это почти половина. 10 из них попало в плен. 7 человек пропало без вести. Только 4 человека из 45, которые закончили события Первой мировой войны без таких увечий или без ран. Есть подробные описания их боевых операций, в чем они участвовали. Однако, было замечено, что те, которые попали в плен, их направляли в лагеря. И эти лагеря являлись концентрационными. Это удивительно. Они попадали в такие промышленные зоны. Это земля сейчас Северная Реинвестфалия. Это промышленности было сосредоточено Германии. Вот для тяжелых работ посылали именно туда. Есть связанные события со смертью, именно из-за таких невыносимых тяжелых условий. Но это вызовет какую-то дополнительную ассоциацию, потому что, когда мы перейдем к событиям Второй мировой войны, то некоторые жители деревни Альшан попадали в те же самые лагеря, которые действовали и в годы Первой мировой войны. Это, конечно, удивительно. Но я хочу еще по данному завершить, наверное, таким материалом, что жители деревни, как православные, они помогали солдатам в Российской империи, царской армии. И когда проводили такие церковные праздники, например, как Пасха, то они собирали сбережения, деньги, затем какие-то другие угощения и посылали их на фронт. И это дало возможность со ставки Верховного Главного Командования в годы Первой мировой войны находилась на территории Белоруссии в Могилеве и, как называли, это была военная столица Российской империи. Вот именно оттуда еще ставка была в Барановичах, то именно оттуда из ставки Верховного Главного Командования приходит телеграмма в село Альшаны со словами благодарности от самого главнокомандующего. Безусловно, такой факт уже достаточно интересный. Мы здесь говорим о церкви. Сама церковь, она уже по документах появляется восемнадцатом столетии. Это 1779 года идет ее строительство, затем пожар в 1864 году, через десятки лет она восстанавливается. Ну, а уже в последующем, после вот такого смутного времени, жизнь Альшан очень будет изменена. Хотелось бы обратить внимание, как менялась власть в начале двадцатого столетия, в годы Первой мировой войны. Это была тыловая часть, то есть армейская тыловая часть. В Альшанах не было эвакуации, потому что снова может и мешали такие труднодоступные места, как дороги или водные пути, которые мешали это осуществить. Но вот эта часть, она будет находиться на территории Оберст-Ост. это немецкая территория, и вот это влияние, оно будет очевидно. Вскоре власть или система управления будет изменена. Это будет касаться событий семнадцатого года, это появление такой формации, как округ Украинской Народной Республики, вот Декларации Петлюры, они будут поступать регулярно уже в деревню Айшан, то есть это уже очень такой период хаоса. Вслед за этим появляется советская власть, то есть с 1919 года деревня Айшан, она как раз будет находиться в зоне Советской Социалистической Республики Белоруссии. Но совсем короткое время пройдет, те формы, которые были раньше, это Западная область, Западная коммуна, затем уже Республика Белоруссия, они сменятся на другие форматы, это будет появление формирований Булак-Булаховича, появление организаций Савенкова, которые будут пытаться решить и создать буферную зону между Польшей и Советской в России. Здесь уже появляются и польские формирования, и вот этот период, еще будет одно государственное устройство, это Литовско-Белорусская Советская Республика, куда тоже вот Альшаны в административном отношении попадут. То есть этот период, он будет продолжаться до 1921 года, когда в ходе Советско-Польской войны или Польско-Советской войны уже согласно Рижского договора село Альшаны отойдут в состав Польской Республики или Польского государства. Только после 21 года начинается относительно спокойный такой период без войн на ее территории. можно даже просчитать, вот сколько раз, например, менялась только власть, начиная с 1917 года по 1921 год. Это где-то около девяти раз. Это был очень, безусловно, сложный период. И в моем представлении, безусловно, жители села, они относились к этому своеобразно. Но что касается 21 по 1939 год польского периода, то здесь заметно следующее появление особого института осадников, лесников, то есть уполномоченных польского государства, которые взяли свои руки, появление Бойта, который руководил этим процессом. Это уже были не местные жители. И мой опрос показал, что большая часть населения была безземельным и они практически тоже вынуждены были покидать свои земли для того, чтобы в некоторой части также поддержать семьи. То есть заметно, что они также выезжают в другие территории и это имеет отношение также и к выезду или к миграции в далекие страны, такие как Америка, Канада, Аргентина и другие. Ну, а в последующем период 1939-1941 года приносит изменения и вот та часть, приграничная часть находилась в селе Ольшаны. Ну, а почему? Потому что они были на границе с восточной частью Белоруссии. Пограничные войска находились в 8 километрах от Ольшан, ну, а затем уже пограничные заставы, которые в районе целая десятка деревень вот были расположены и, безусловно, вот эта военная статусность, приграничная статусность, она всегда имела отношение к жизни деревни. Ну, а с 1939-го по 1941-м начинается преобразование. Они, наверное, сформированы таким образом. Появляется родной язык, польская школа с польским языком, она перешла на белорусский язык, на родной белорусский язык, вводится более широкая система образования, ну, и, безусловно, появляются уже формы коллективного хозяйства. Колхозов еще нет, артелей еще нет, но, как бы, такой, выжидающий такой момент, он был нарушен уже событиями Великой Отечественной войны. Здесь необходимо остановиться, остановиться на том, что вот в нашей истории, о которой я ранее рассказывал, нарратив такой, что где-то около 40 активных жителей деревни Альшана принимали участие в военных действиях. Знакомство с архивными документами показало удивительную картину. 400 парней, мужчин, жителей деревни Альшан, они участвовали в сражениях Красной Армии с Германией. По-разному их судьба сложилась, потому что 41-й год был достаточно сложным для Красной Армии, многие попадают в плен, и таким образом часть жителей попадают не просто в немецкий плен, они находятся в плену на таких территориях, как Норвегия, Финляндия. Как раз заметно, что не только Германия вела активные действия против Советского Союза, но и еще ряд других европейских стран, и вот как раз то, что мы называем, оно очень характерно, то есть они еще на территории Австрии находятся, но большая часть была призвана уже по освобождению территории Беларуси, почему? Потому что внезапные действия начального периода не позволили провести не только эвакуации, не позволили провести мобилизацию, и таким образом мужское население в своей части оставалось на местах, занималось сельским хозяйством, но уже по освобождению Альшан в июле 44-го года большая часть попадают в ряды формирования Красной Армии. Когда просматриваешь дела, то замечаешь, что большая часть отличалась своими подвигами, участвовала в освобождении всех европейских столиц Красной Армии в их составе. Затем есть описание их боевых действий. Это были очень смелые и мужественные люди. Для меня это было удивлением. Почему? Потому что зная, как они вели себя в быту и зная о том, что долгое время у нас не было никакой информации, а тут находишь, как награждают Орденом Славы, как он действует, как пулеметчик, действует, как возле своей артиллерийской пушки, как он врывается в окоп, как он, будучи раненым, продолжает прикрывать своих сослуживцев. То есть это будет касаться миллиаротной или взводной жизни. И даже в нашей семейной истории брат моего отца, Григорий, он тоже будет мобилизован в армию и пройдет в направлении Восточной Пруссии, а на территории Латвии будет ранен и уже в ноябре 41-го года он там в лазарете или военном госпитале умирает и похоронен там, на этой территории. То есть многие в борьбе они будут или ранены, или часть из них всего где-то более 20 человек погибнут в ходе военных сражений. Очень интересные факты открываются и периоды оккупации села. Так как снова это Полессия и работая в архиве, это будет Фрайбург военный архив, мне было очень интересно проследить первую карательную операцию, которая называется Припетские болота. Она осуществлялась в рамках зачищения, то есть такая логистика существовала, что чтобы в тылу не было очагов сопротивления, направляются особые подразделения, 1-я кавалерийская бригада СС, 1-й полк СС, 2-й полк СС, и они с Белостока опускаются в район Полессия, проходят Пинские болота, Столинские проходят и уже приближают Давыдгородке и приближаются к Ольшанам. И вот именно эти немецкие документы показывают, что каким-то образом эти формирования СС-формирования миновали деревню и уже следующий пункт, который обозначен был Тором. Но вместе с тем уже другие материалы, которые поступили, они дают уже более точное определение, что данное подразделение, а им руководил известный такой организатор массовых преступлений на территории Беларуси Фогеляйн, он был женат на дочери, на сестре жены Адольфа Гитлера Евы Браун. И, безусловно, имел возможность напрямую выходить с какими-то рекомендациями или решениями. И вот его рекомендации и решения касались логистики массового убийства. Как лучше осуществлять массовое убийство, потому что убивали во время карательной операции, это активистов советской власти, евреев убивали, ну, а также, как они называли, это саботажников, те, которые могли стать основой для будущего сопротивления. То есть любое доносительство или любое подозрение, оно могло вызывать массовые расстрелы населенных пунктов. Учитываем, что это же территория Западной Беларуси, где как такового развития советской власти еще и не было, и не за что было их убивать. Но эти убийства, они начинались с июня месяца, и, безусловно, коснулись как раз Полесье, когда только во время этой операции они уничтожили более 13 тысяч человек, абсолютно безоружных людей. И вот они 12 августа 41-го года находятся в Давыдгородке. Это была акция убийства евреев, и в документе написано, что утром они получают задание добраться, это подразделение, то есть сама дивизия двигалась, минуя Альшаны, но подразделение было направлено в деревню Альшаны, и там они говорят, что евреи, которые проживали в этой деревне, в списочном составе обозначено как 40 человек, вот они находились в здании школы, в здании школы, и потом были данным формированием выведены за окраину деревни, и там были убиты. Это факт для, наверное, абсолютного большинства, кто знает истории. Альшан это новый, вот, малознакомый, и, конечно, в последующем уже опрос жителей деревни он показал правомерность и такое утверждение. Еще один факт того, что мы знаем в августе месяце награждены первые белорусские партизаны, и среди них два получили героя Советского Союза Бумажков и Павловский. Да, конечно, это очень значимо. И вот, как раз изучая данные, было обращено внимание на бой, который происходил как раз с этими формированием, это в июле 41-го года, то есть пока еще Альшаны не были заняты. Там действовала Речная Пинская флотилия, то есть представители ее, и действовали спецгруппы НКВД. И вот, как раз по итогам этого боя и принято было решение о награждении белорусских партизан. И вы знаете, вот в этом списке мы находим как раз те, которые защищали Альшаны. То есть, это представители спецгруппы, они действовали в рамках как партизанский отряд вот в начале июля, ну и безусловно там были матросы Пинской флотилии, безусловно, Альшаны переходили из руки из рук в руки, то есть атаки и одной стороны были, и другой, ну а в конечном итоге, да, как и вся территория Беларуси, она все же будет оккупирована. Система оккупации мало чем будет отличаться, но однако изменения снова будут очевидны, потому что Полесская территория, она будет переведена в административную область РИС, комиссариата Украина, то есть на нашей территории это будет управление генерального округа Волынь-Подолье, и безусловно, полицейские формирования, и в последующем деятельность украинских националистов, УНУПА, также будет там замечено, и язык уже в тех газетах, которые будут в оккупационных газетах распространяться, это будет украинский язык, это тоже такая особенность. Там будет организован полицейский гарнизон, дважды партизаны будут производить нападения, и именно полицейский гарнизон будет организатором вывоза на принудительную работу жителей деревни Ольшаны. Здесь тоже следует заметить, что 300, практически 300 человек, 299 подсписочного состава жителей Ольшан будет вывезено. В основном это молодежь, это молодые особенно девчата, да, и парни, которые каким-то образом вот они оставались на территории, в оккупированной территории Беларуси. Специфика, конечно, тут имеется для пояснения, да, это большое, безусловно, количество, они в последующем будут рассказывать о условиях, особенно те, которым удалось выжить, ну, потому что небольшая часть, но она не вынесет таких тяжелых условий, она по причине болезни или очень тяжелого физического труда, она умирает. ну, и когда уже закончатся военные действия, начинается этап восстановления, именно уже первые послевоенные годы и будет создаваться колхоз, вот, сначала это будет Тартеля, затем колхоз, который получит название колхоз имени Молотова, но в последующем уже когда антипартийная группа в составе которой будет находиться Молотов, вот, после такого разбора колхоз получит новые названия, это будет в 1957 году колхоз имени 40-летия Октября, вот, такое коллективное хозяйство новое появится, то есть коллективизация у нас, как мы видим, она значительно позже проходила и в определенной степени те ошибки, которые наблюдались вот в других районах, в меньшей степени наблюдались. Безусловно, не менее 150 вот таких мест, которые можно будет определить как хутора, они будут решены таким образом на базе единой деревни уже, деревни Альшаны, где будет школа, где будет радио, где будет дороги, где будет уже определенные органы управления, значит, будет происходить это селение хуторов. Эта история, она непростая, безусловно, непростая, в разные есть такие и воспоминания, в разные есть наблюдения, но деревня, она продолжала жить, и в этой части новацией, наверное, будет являться то, что с 1928 года в нашей деревне появится уже еще одна протестантская община, протестантская община, и это происходило в условиях Западной Беларуси, это польское времени, где поддерживалась вот такая политика, что кроме православия должны быть другие, это костел, это безусловно синагога, или же это могла быть протестантская церковь, протестантская церковь баптистов, пятидесятников, они разные формы имели, но это было явление, когда 100 человек деревни Альшан в 1928 году приняли водное хрещение, ну и продолжение роста самой общины мы наблюдаем и уже в годы войны, то есть в 41 году 12 человек приняло, а в 42 году еще более 20 человек также, то есть рост пополнялся и следует сказать, что сама деревня, она получала свое бурное развитие, на ее территории проведены милиативные работы, это дало возможность получить дополнительные земли, это как приусадебные участки, а земля это было всему нырилась, это самое главное колхоз безусловно имел прекрасные показатели урожаи и уже в 60-х годах председатель колхоза Янковский стал героем социалистического труда, ну а уровень достояния жителей деревни явно возрастал, это было заметно, но все же попытки, особенно в 50-е годы преодолеть вот такое тяжелое положение они в деревне обозначались таким образом мужское население уезжало в Россию на заработки то есть они работали строя мастеровые люди строя коровники различные строения этой больницы этой дома дороги да и получали достаточно хорошие деньги то есть перерасчет например даже по сегодняшним нормам он дает где-то такие определения от 2000 до 4000 условных единиц то есть привести в те времена вот такие деньги было очень значим и второе они привозили зерно они привозили другие вот такие очень важные продукты которых например в селе или в деревне невозможно было иметь но также внутреннее подворье являлось основным и конопля являлась главным продуктом то есть из нее вот ее вырывали вымачивали затем в каждом доме находились вот приспособления ткацкие такие станки ну и ткали одежду полотняную одежду отличались прекрасным конечно таким талантом для того чтобы она была тонкой белой вышивали ну и конечно все вот наши костюмы они отличались тем что вот такие вышиванки рубашки женские мужские они были в ходу изменения большей части наблюдались уже в 90-х годах в 80-е годы они показали всю эту сложность то есть колхоз колхоз оставался таким же уверенным но вместе с тем само сами жители деревни альшан были заинтересованы более такой интенсивной форме развития и это находило по двум таким моментам первый момент после объявления перестройки часть протестантской общины высказали свое пожелание чтобы выехать в америку где по их представлениям можно было все обряды проводить более в свободной и доступной форме и в этот период период перестройки это стало возможным и тогда до 1990 года выехало не менее 600 жителей деревни альшаны из протестантской общины в америку это вот такой был шаг второй был шаг это то что начали в этот период кроме коллективного хозяйства обработки земель использовать приусадинные участки для выращивания огурцов в парниках и теплицах ну и несмотря на запреты которые были с каждым годом такое движение становилось все шире и шире и с 90-х годов практически практически уже перестали мужчины ездить на заработки в Сибирь в Россию потому что это было поголовное деревне вот раньше мужчин практически не оставалось они все выезжали все хозяйственные заботы брали на себя женщины или семьи ну так вот они оставались они были у себя дома но и реализация вот выращенных огурцов давала по тем временам потрясающий эффект то есть можно только представить что там за год вы можете купить машину вот в те времена это было непросто то есть это был бум и вскоре наша вся деревня она покрылась парниками покрылась вот такой знаете прозрачный такой прозрачный занавес ну и начинали выращивать когда еще холодно топили вот это дымыки трубы это движение это что-то напоминало такое такое как бы событие вселенского масштаба пути реализации они в основном проходили по территории России Литвы Латвии объектами становились такие города как Москва Ленинград и это почувствовали очень многие достаток значительно возрос и в последующем стали называть Ольшаны огуречной республикой но среди тех кто данным занимался они увидели новые формы новые формы которые начали развивать это фермерские хозяйства у нас на территории Солицкого района одни из самых первых это появились как раз фермеры из деревни Ольшан или те которые работали получали опыт и даже на базе коллективного хозяйства в настоящее даже время половина таких фермерских хозяйств они находятся на территории Ольшан но разнообразие разнообразие вот такой работы было и в следующем выращивать не только огурцы но на очень большой ассортимент овощей и фруктов и тогда стали логистические задачи логистические задачи как данная продукция которыми выращивается она не терялась потому что на этом пути было очень много трудностей с реализацией с коррупцией которая возникала время от времени и в большей степени урегулирование данного вопроса это послужили приезды президента республики Беларусь если первый приезд он был в 1996 году и касался чернобыльской проблемы чернобыльской трагедии альшаны как раз они были в зоне данного заражения то разговоры которые были они были более широкими и это вызвало и последующие последующий визит президента в 2012 году и принятие целой государственной программы такой логистической программы как выращенные продукты жителями деревни альшаны должны приносить вот такой достаток всей республики и во многом это удалось и таким образом таким образом вот достояние жителей оно очевидно на тех уже может устройствах предприятиях которые организуют сами жители этот семейный подряды и семейный такой тип он уже перерос в промышленность потому что строятся такие предприятия стоимость которых определена более чем 11 миллионов евро то есть это самые современные устройства автоматика которые помогают выращивать вот такие очень нужные продукты которые не только в Беларуси следует заметить что основным регионом основным основной территорией для сбыта таких товаров является Российская Федерация и поэтому уже на территории деревни альшан образовался рынок вот что касается самой истории вот рынка вы знаете что наличие рынка позволяло иметь статус местечко альшан как раз такой статус не имели из-за того что не имели рынка почему потому что рядышком находился Давыд Городок с его рынком рядышком находился Туров с его рынком завершающей части как бы выделяя вот такое главное от чего прошли какой путь прошли жители деревни альшан так вот начиная с 20-30 годов для того чтобы приобрести товар практически вот большинство жителей проходили путь как минимум 8 далее 40 и иные проходили вот путь даже до 100 километров если это все удвоить потому что надо пойти на рынок купить а потом вернуться назад то с утра до вечера они как правило проходили где-то до 80 километров это было непросто это сложно но вот так они боролись выживали сейчас безусловно уже архитектура этого места является таковой он разрастается более 9000 и с каждым годом вот ранее каждый год вот добавлялось число населения там 100 человек потому что рождаемость вот где-то на уровне 200 человек каждый год происходит и молодежь не уезжает с этой деревни она остается только единицы покидают для того чтобы может учиться попытать там свое счастье в другом таком формате есть и такие примеры очень успешные удачные жителей вот нашей деревни мы говорим инфраструктуре семьи разрастается обычное самое большое количество многодетных семей у нас в районе это в Ольшанском сельском совете вот где Ольшаны составляют основу в Белоруссии это даже в сложные времена это единственный сельский совет который давал прирост это был как раз Ольшанский сельский совет вот если мы вспомним 90-е годы поэтому неудивительно что идет рост ну и конечно территория разрастается и сейчас вот может появиться такой феномен соседние деревни они практически войдут вот в зону Ольшан это такие как Ремель Семигостичи далее Высокая Высокая тоже расширяется в направлении Давыдгородка и такой урбанистический процесс он может завершиться в течение может 5 лет и тогда перед вами впервые откроется такая удивительная территория то есть непрерывно беспрерывно территория застроенная территория сельская территория на расстоянии или на протяженности не менее 24 километров вот 24 километра иметь вот такой мегаполис на Полесье безусловно это очень интересно каждый населенный пункт на Полесье у нас имеет свои особенности свой язык говор свои традиции семейные свадебные песенные и многое многое другое поэтому это край удивительный это потрясающий край очень крепких красивых состоятельных людей которые любят свою землю ценят ее ну и даже такие духовные ценности о которых мы говорим в некоторых странах это является причиной раздора конфликтов я имею ввиду протестантская община и православная община вот где-то они разделены надвое но для того чтобы вот уместить всех из протестантской общины это евангельских христиан возможно в этом году будет открыт молитвенный дом на три тысячи человек но есть необходимо чтобы там размещалось четыре с половиной тысячи человек это и единовременно вот вы представляете в селе где происходит такое такой сбор такое собрание я говорил что православная община имеет две церкви это тоже удивительное явление потому что в 1994 году церковь сгорела и это был советский еще период культуры где строительство или восстановление невозможно было но настойчивость настойчивость именно жителей деревни она позволила добиться того что в рамках и решения государственных органов республики и союзного государства СССР было принято решение о том чтобы была построена церковь и она была построена и восстановлена а затем и на том месте где эта церковь стояла потому что разрешение получили построить на другом месте да они вернулись и таким образом вот у нас сейчас действуют две церкви и на открытие которых было высшее духовное руководство был Алексий был митрополит Филарет очень уважаемый благодаря чем его поддержке у нас и вот такое единство оно сохраняется и множится да были представители руководители церкви с Украины поэтому удивительно конечно явление вот когда на открытие в селе церкви приезжают представители и из республик как на самое важное событие это действительно так и сейчас сами жители они активно трудятся не только вот на полях но следует сказать что сейчас меняется отношение к системе образования две школы если раньше думали о том что основной доход это является парник является теплица и нечего тратить время на то чтобы изучать вот различные предметы сейчас это положение меняется и оно в немалой степени зависит от того что даже семейное хозяйство оно нуждается очень профессиональных специалистов это и бухгалтеры это и медики аптекари это учителя поэтому в самой системе образования очень важно сейчас присутствует вот такой местный ресурс потому что только в 80-е годы впервые например директором школы был назначен местный житель как правило это были те которые приезжали они очень эффективно трудились но вместе с тем как бы местным еще не доверяли вот такой высокий уровень сейчас у нас полностью вот местные такие культурные традиции они формируют вот нашу нашу культуру и может если вот побывать то заметите немного мест памяти немного памятников вот один из первых который был официально открыт в 1964 году это на месте того первого той первой битвы о которой мы говорим и первых потерях которые имела и красная армия и конечно и местные жители да хотя сам памятник он был как такая могила братская он был открыт сразу же после войны но уже как монументальная память было в 64 а в этом году несколько изменили он стал более современную это тоже отдельный разговор о том должны ли мы сохранять и старые памятники но там что очень важно на этом памятнике были выбиты написаны фамилии тех кто погиб это очень важно потому что в большинстве мы не имеем фамилии жертв или фамилии тех кто отдал свою жизнь за независимость от Беларуси за независимость своей страны а это до сих пор оно сохраняется в итоговой части наверное впервые появится вот книга такая летопись этой удивительной деревни Альшаны потребуется уточнение некоторых фактов дополнительные дополнительная визуализация и такие вот страницы о которых мы говорили которые связаны с военной доблестью жителей деревни Альшан они конечно непременно должны быть отражены в музеях в выставках такой музей тоже должен появиться ну и как почитание наверное наших земляков которые смогли внести такой вклад в развитие культуры и истории Беларуси визуализации